Доктор Айболит спасает лесных жителей после того, как Баба Яга угостила их своими зельями. Это своеобразные театральные миниатюры. По условиям нужно уложиться в 30 минут. Есть те, что рассчитаны на детей, есть постановки, в которых подростки фактически обращаются к своим сверстникам. Главное, чтобы он меня любил, чтобы подошел ко мне и сказал, Наташа, ты самая реально клевая девчонка на земле! Молодые люди из станицы Анапской репетируют. Юлия Смагина занимается в местном дворце культуры. В мини-спектакле она играет девушку из детского дома, которая испытывает переживания, свойственные для многих подростков. Говорит, что роль интересная, потому что героиня – ее прямая противоположность из-за не самых простых жизненных обстоятельств. Готовились в очень таком ускоренном темпе, очень много работали. Родители пугались, как я дома репетировала, кричала, читала свой монолог. Ну, подготовка у нас на высоком уровне. Мы верим, что мы справимся все. Всего в конкурсе принимают участие 13 коллективов. Мероприятие проходило на трех площадках. В Центре культуры Родина, в Дворцах культуры Станицы Анапская и поселка Виноградный. В зале – школьники, в жюри, представители городского управления культуры, режиссеры. По их мнению, подобные спектакли – неплохой инструмент для влияния на детскую и подростковую среду. Нужно будет показывать, но показывать, наверное, такие лучшие программы, лучшие образцы. Ведь не зря он не просто там как фестиваль, а как конкурс на лучшую программу. Даже ту аудиторию, перед которой выступают эти дети, наверное, если находит живой отклик, то, безусловно, работает все. В Анапе действует программа «Антинарка». Только за первое полугодие прошло более 1200 мероприятий с аудиторией свыше 80 тысяч человек. Власти считают, что показ спектаклей не ограничится конкурсной программой. Эти постановки программы «Антинарка» проводятся в месяц однозначно раз, как минимум. Поэтому, когда у тебя есть уже готовая постановка, ее есть кому показывать, а ее всегда есть кому показывать, то это просто замечательно. Это готовый, хороший, душевный, психологический материал. Трех победителей муниципального этапа отметят дипломами и ценными подарками. А как минимум одна из работ примет участие в краевом конкурсе.